Девушки отдыхают 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 В первую очередь, все-таки пилоны, я думаю. Давай-давай-давай-давай-давай, добивайте его. Отлично. Ультралов мы отводим обратно. Они нам пригодятся в другом месте. Гидру оставляем, в принципе, здесь. Она неплохо справится с тем, чтобы здесь быть. И теперь давайте производим здесь личинки. Наши дорогие личинки, вы мне очень поможете, если произведете здесь. Оставляем пока время на Керриган вот тут. Ультралы у нас переместились сюда. Перемещаем их пониже, дабы противостоять драгунам. Потому что я бы не хотел постречать лишний раз драгуна. И думаю, никто бы из вас тоже этого не хотел. А поэтому мы будем сейчас сделать то, что будем делать. А именно строить здесь базу. Базу, мои дорогие друзья, будем строить. Как говорится, что мне еще здесь делать, правильно? Не заниматься же извращениями в виде... ...бесполезных стояний, крабиками. Нужно обязательно строить базу, развиваться. Иначе мы ничего с вами не достигнем. Необходимо больше минералов. Ну, в общем, да. А на данный момент нам необходимо больше минералов. В принципе, могу даже пока что здесь все строится отослать... ...крабика назад. Потому что пока он здесь не особо, не особо нужен. У нас здесь тоже крабик появился. И здесь крабик у нас. Все отлично. При желании я подстрою еще двух крабиков. Пока что все будет добываться так, как будет добываться. И, кстати, давайте вот этих крабиков уже, наверное, отправим сразу на газ вот сюда. Раз у нас газилка здесь есть. Я понимаю, что это небольшое извращение, но... ...почему бы так сделать? Хотя можно отправить и вот этих. Разницы особой и, в принципе, не будет. Так. У нас здесь появились ребята. Как я и сказал, отправляем их на газ. Как раз примерно к этому времени закончится мутация инкубатора. И мы отправим туда еще вот этих ребят. Ну, как я и сказал, видите. То есть ровно вот как раз как надо. Ладно, продолжаем под стреку, ребят. Здесь у нас больше теперь шансов. У нас даже ультралы чуть-чуть немножечко восстановились. Нам нужно больше ультралисков, естественно, но... Поэтому мы будем сейчас подстраивать, например, пул. Будем подстраивать, например, газилочку. Здесь у нас появился наблюдатель. Как видите. Он палит наши войска. Мне это не очень нравится. Так. Давайте сделаем... Давайте сделаем, чтобы мне сделать так получше. Во-первых, мне нужно вот этих ребят как-то накормить. Вот этих ребят как-то накормить. Всех их послать вот сюда. И всех тут бывать минерала поставить. Не совсем не нравится то, что я здесь вижу. Мне нужно ускорить производство моих друзей. Поставить гидрильню. На добычу. На добычу. Установим следующим... Следующим зданием, наверное, Е. Наверное, Е. Что мы установим? Мы установим отсек эволюции. Почему бы не установить его здесь? Какая, собственно, разница? Ладно. Пока все более или менее идет нормально. У нас есть пруд рождения. С которого мы сейчас будем вот сюда вот переводить наших юнитов некоторых. Так, что мне нужно от вас? Темный хромовник. Но он умер. Он умер, ребята, дорогие. Мне нужно здесь построить... Нашу хату. Вы спросите, а нахрена ты это делаешь? Все очень просто. Я это делаю для того, чтобы построить здесь более страшное оружие. Сейчас вы увидите, какое. Потому что, если здесь пройдут темные хромовники, нам не сдобровать. И на данный момент, кстати, темные хромовники в основном проходят сверху. Поэтому, почему бы не позволить им лишний раз умирать. Пока у нас здесь все строится, как раз у нас вот прибежали линги, которые не дадут пройти темному хромовнику. Что даст нам неоспоримое преимущество. Небольшое, но неоспоримое. Здесь же у нас он не может пройти по причине того, что у нас здесь стоит два ультрала. И он сюда физически просто не сунется. Поэтому с этой стороны все тоже хорошо. Что я хочу дальше? Помимо того, чтобы производство налаживать, налаживать экономику и прочее. Ускорение песиков. Какой наглый зелок. Решил атаковать мою гидру. Надо гидру немножко отодвинуть. Вот так. Ладенько. Ну, в любом случае, эта миссия немножечко надолго затянется. Ну, совсем самую малость надолго, но затянется. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужна справа и колония. Желательно. Желательно успеть, так сказать, построить все это дело до того, как малявки опять перейдут вот сюда. Понятно. Мутируй. Отлично. Успел. И мы поставили здесь плеточку, которая будет тоже отчасти атаковать все это дело. Рассобойщики, конечно, довольно хитрые. Они не дадут на 100% забаррикадировать весь этот путь. Но, тем не менее, с этого расстояния вполне возможна атака. То есть, вот этот центр, он все равно будет таким образом перекрыт. Ну, пусть не весь, пусть немножко, но перекрыт. А построить мы не можем из-за вот этого, из-за вот этой вот расселены конкретно. Я думаю, что это не сильно большая проблема. Поэтому мы продолжим как-то все это дело защищать. Так, что же у нас есть за возможности? У нас, по-моему, эволюция скоро завершится. Нам нужен в идеале еще эволюшн, а возможно и два. Поэтому, почему бы их не построить? Продолжаем строительство. Строительство, строительство, развитие, строительство и так далее. И давайте даже еще один эволюшн впилим. Простите. Эволюция завершена. Эволюшн. Вот так вот. И попутно улучшим вот это здание. Будем развивать дальше. Так, что у нас здесь? Здесь нужно базу строить вот тут. Насколько мне не изменяет память. Давайте выделим одного. Наши дети атакованы, к сожалению. К сожалению, наши дети атакованы. Но, к счастью, у нас уже есть гидрильня. Поэтому, окей. Вы решили нас атаковать. Мы атакуем вот опять вас. Просто подстроим еще дополнительных войск. И, в общем-то, все у нас будет хорошо. Так, потом не обижайтесь, что мы вас убили. Естественно, мутируем. И вот здесь будет еще проще защищать. Потому что здесь все-таки более открытое пространство. Нежели вот здесь вот, например. Потому что здесь это не очень удобно. Здесь придется опять-таки строить вот здесь или вот здесь. И как-то споровую колонию развивать. Я думаю, что на самом деле это не сильно большие проблемы. Поэтому, в целом, все хорошо. Ладно. Пока меня абсолютно устраивает то, что происходит. У меня хватает гридов абсолютно на все. С двух баз мы развиваемся вполне себе хорошо. Увеличиваем скорость гидры. Здесь у нас все еще пытаются проходить. Но, как вы видите, это не особо увенчивается успехом. Поэтому, почему бы нет. Так, что мне нужно? Дальность видимости владык. Скорость мешки. Ну, дальность видимости, пущая, у нас появится. Мне бы она пригодилась на самом деле. Так, и давай возьмем тебя, дружи мой. И построим из тебя шпиль. А из тебя построим другое полезное для нас здание. Вот так вот. И подстроим еще пару рабочих. Пока что мы развиваемся в добычу. Потом я просто буду спамить с всех имеющихся баз муталисков и прочую хренотень, которая поможет мне. И вот мы видим, что у нас здесь появилась одна личинка. И появилась возможность распространять скрип. Мы поставим скрип сюда и сюда. Ну, точнее, не скрип, простите. А споровые колонии. Ну, или плетки, как по мне. Такие вот дела. Вот, у нас вылупился рабочий. И мы сделаем споровую колонию сюда. И мы делаем споровую колонию сюда. На самом деле, довольно хороший метод. На случай, если каким-то непонятным образом вас зажимают протасы со всех сторон. Вы можете спокойно таким образом защититься. В общем, это даст вам много плюсов, нежели минусов. Особо здесь на нас, по-моему, никто атаковать не будет. Поэтому... Это, в принципе, хорошо. Нет, стоп. Отменить мутацию. Простите, простите, я не то построил. Так, и... И, и, и... И нужно еще одно впилить. Больше, по-моему, здесь нельзя. То есть, вот сюда крип пройти не может. Так же, как и сюда. Потому что у крипа есть толщина, по-моему, в три точки. Ну, грубо говоря. Поэтому, в общем, она пройти не может. Такие дела. Ну, а нам, в принципе, этого хватит. Плюс у нас увеличился вижен. Как видите, вот здесь уже поставить мы не сможем. Нигде, в принципе, да. То есть, но это не особо... Не особо проблемно. Тем более, что мы можем сделать... Что мы можем сделать что-то полезное, например, сделать. Еще одно здание мутались. Почему бы не сделать его снизу? Пока у нас идет добыча. Добыча у нас, кстати, идет довольно неплохо. И надо добывать газ. Потому что с газом у нас как раз-таки обстоят дела не очень хорошо, на мой взгляд. Давайте мы улучшим наше здание. У нас завершилась эволюция. Мы прокачиваем абсолютно все. Потому что мы просто можем. И почему бы нам это не сделать? Вот. Здесь вот как раз улучшается сейчас оружие. Эволюция завершена. И нам требуется улей для полного улучшения. Но вот так как у нас его пока нет. И улей у нас только лишь излучается. Нам придется некоторое время подождать. И вот как раз наступает тот момент, когда на нас пришли такими довольно внушительными отрядами. Ну как внушительными. На самом деле это не так уж и много. Но как вы видите, я вовремя поставил. В общем, вы поняли. Владыки должны всегда оставаться на центре. Отлично, да. А что мне надо? Мне надо опять-таки поставить здесь колонию. Сейчас мы этим займемся. Споровая колония как нельзя будет лучше смотреться на этом замечательном месте. И давайте гидру подведем вот сюда вот. На самом деле можно даже сделать, смотрите как. Вот так вот. И породить больше владык попутно. А владык мы можем, например, породить... Что там опять атаковано? Что где? Что вы мне врете? Ничего там не атаковано. Ладно. Здесь у нас малявки. В принципе нормально. Так. Что мне нужно? Ну естественно мне нужны муталиски. Без которых я не справлюсь. Но так как я не могу породить больше владык на данный момент, мне приходится иметь то, что иметь. Ладно. Хорошо. Хорошо. Почему бы нам не распространить здесь наших замечательных оверов побольше, дабы контролировать все еще лучше. Видим вот здесь минеральные поля и видим, что в принципе мы можем здесь все захватить. Основная база, по-моему, находится вот здесь. И, собственно, потихоньку мы будем туда продвигаться, как только сможем все это дело нормально освоить. Мы туда продвинемся. Как любит говорить одно существо, ассимиляция завершена. И мы фактически закрепились на всех местах, за исключением вот этого. Но сюда мы можем просто подсылать периодически гидру и радоваться жизни, дорогие мои друзья. Просто радоваться жизни. Что касается далее. Мы начинаем подстройку муты. Во всех огромнейших количествах, которые только можем делать муту, мы будем делать муту. И всегда скапливать ее вот здесь. У нас довольно-таки много газа Веспена. Ну, или Веспена, как вам правильно называть. Но я уже с этой озвучкой, я просто привык уже говорить Веспен за место Веспен. Эволюция завершилась. Значит, мы можем прокачать атаку на следующий уровень. Кто-то скажет, что лучше идти через Владык. Точнее, Владыка Стражей. Кто-то скажет, что мута вообще не нужна. Кто-то скажет, что гидра лучше. Кто-то скажет, что ультралы и ничего более. Но я предпочитаю идти через то, что я иду. Ну, собственно, как я делаю всегда. Поэтому мы развиваемся именно так, как развиваемся. Сейчас мы попробуем захватить вот эту базу. Для этого нам потребуется два отряда муты. Два отряда муты. И 210 отрядов Владык. Потому что без Владык нам никуда. А вот такие вот дела. Вот и закончились у нас минералы, дорогие мои друзья. Я сказал, добываются они быстро. Ну и тратятся тоже не менее быстро. Так. Ну, здесь у нас стоит Керриган. На всякий случай Керриган отправим вот сюда. В принципе, у нас там могут идти периодически передропы. И что-нибудь в этом духе. Я думаю, что это будет не сильно критично. И давайте отправим первый отряд за этим отрядом. Чтобы просто пока их не контролить. Пролетать вот так. Улетать чуть вбок. Отстань от меня. Вот, у нас фактически восстановились в Ультралиске. И надо оставить Ультралисков здесь. Муты же мы пойдем в догонку. Главное убить вот эту маленькую гадость. Она им причинит просто огромнейшие проблемы. Но, к счастью, они не могут атаковать по воздуху. И мы видим здесь Дарка, который уходит куда-то вбок. Давайте уничтожим пушечку. Замечательно. Тем временем мы убили там всех, кого должны были убить. И в целом все хорошо. Дай ему подстроить еще одного Драгуна. И полностью сносим эту базу, насколько возможно быстро. Вот такие вот дела. База, собственно, уничтожена. Перемести своих плоды в нос. Они ушли со своих мест. Наши дети атакованы. Опять. Я устала убивать беззащитных слуг Хромовника. Куда делать его мужество? Хорошо сказала, консул Церков. Но не думай, что мы будем выставлять на показ нашу храбрость. Мы сражаемся в джинины. Ты, похоже, забыл свое место. И то, что я королева Битв. Ты будешь наказан, Хромовник. Вот твои владыки на местах. Следи за ними. Что я хочу сказать. Я хочу предположить, что она, скорее всего, имела ввиду королеву Клинков. Либо королева Битв. Но, скорее, все-таки Клинков, нежели Битв. Но это не меняет особой разницы. Потому что... Просто это странно звучит, как минимум. Ладно. Мы не будем на этом зацикливаться. Мы просто будем убивать гусеничек. Ибо гусенички... Вы будете страдать. Вы будете молить о пощаде. Вы будете, не знаю... Делать все, что угодно. Лишь бы я вас не убивал. Я это знаю, потому что... Вы это будете делать. Просто потому что я так хочу. Так, ладно. Пора совсем наглым быть. И просто послать сюда моих ребят. Поставить здесь замечательную колонию. Я думаю, ближе к газу. Потому что с газом у нас некоторые проблемы есть. Хотя можно, на самом деле, взять... Выделить еще одного. И поставить напрямую на минералы. Посмотреть, где поставить первый. И чуть сбоку от него поставить на минералы. Вот примерно так. Воу-воу-воу-воу-воу! Отстань! Отстань! Отстань, 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 отстань! Глупый-глупый-глупый-глупый. Вот. Мы сделали вот то, что мы сделали. И в итоге мы сейчас будем все подготавливать. У нас будет плюс две базы. И по минералам, честно говоря, у нас не очень хорошо. Но я стараюсь... Я пытаюсь как-то побороть свой страх перед зиратулом. И как-то выжить здесь. Вот. Минералы можно, на самом деле, отсюда уже не добывать. Потому что здесь их нету. Я не помню, есть ли на центре. Воу-воу-воу! Минус моей базы. Минус моей базы. Плюс здесь есть наблюдатель. Ребят, бегите. Мужики, мужики. Убегайте. Вы должны выжить. Мужики, бегите. Мужики, давайте. Вы должны выжить. А, мы заперли его. Отлично. Куча ребят будет сейчас добывать все, что мне надо. Почему бы вам не пробежать куда-нибудь... А, стоп. У меня же есть... У меня же есть туннели, точно. Как я мог забыть про туннели? Давайте оставим троих рабов для добычи веспена. Потому что он нам здесь нужен. Отправим всех в туннели. Я чуть не пошел пешком. Это было бы просто извращение. Но я чуть это не сделал. Но, тем не менее, вот здесь мне придется идти пешком. Но это маленькое расстояние. Так что... Все хорошо. Это офигел, хромовник. Ну, как-то так мы расправились с хромовником. И давайте сейчас мы подзакажем муту. Сделаем ее спаун прямо вот здесь. Снесем вот эту гадость к фигам. Потому что мне она не нравится. Ну, просто... Во-вторых, потому что я могу. А, в первых, потому что она мне не нравится. Также начнем делать грейды на муту. Потому что, опять-таки, могу. У нас на двоечку, по-моему, будет атака. Нет, у нас атака уже на двоечку. Будет на троечку. И защита будет на двоечку. Это просто замечательно. Давайте запишем их на тройку. И мы будем атаковать все это дело. В первую очередь, пушечку. Потом уже все остальное. Я думаю, что это нормально. Поэтому будем заниматься именно этим. Тем более, что здесь особо, на самом деле, ничего нет. Поэтому все круто. Все круто. Все круто. Газ у нас, кстати, здесь, по-моему, не стоит, да? Да, газа у нас здесь нет. Ну да и ладно. Нам и так хорошо. Нам и так хорошо. Давайте, почему бы нам не построить, не знаю, здесь еще одну хату. И не начать добывать минералы. А нет, вот, стоп. Газ у нас есть. Что я несу? Вот он, газ стоит. Газ стоит здесь. Все правильно. Так, пока что распределим наши войска по-быстрому. Ну, верх, в принципе, нормально себя чувствует. Надо на центр отправить кого-нибудь. Я муту, как бы, отправил. Она, в принципе, летает. Почему-то она не вся летает за тем, кем надо, но окей. У нас здесь строятся наши ребята. Продолжаем подстройку муты. Муты, 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 муты. Давайте сделаем вот так. Чуть-чуть отведем. Посмотрим. Посмотрим, сколько у нас выделено на двоечку. Выделим вот так. Запишем на двоечку теперь их. Плюс вот этих. Плюс, ты сказал. Плюс вот этих. Вот, отлично. Теперь вот эти два отряда на двоечке записаны. Так, 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 так. Это запишем на троечку. Это плюс вот это будет как раз нужный нам отряд. У нас уже три отряда муты. Ох, как он муту разломал. Ох, как он муту разломал. Штормы просто ломают муту. Боже ты мой. Вот единственный минус. Темплары очень жестокие к муте. Очень сильно жестокие к муте. Но. Окей, придется работать с тем, что есть. Так. Где-то здесь был мой крабик. Да, вот он. Вот он крабик. И он мне нужен, чтобы построить здесь вот эту замечательную газилку. Дабы у нас добывался газ. Как только он закончится в других местах. Мне нужна куча рабочих. Дабы они добывали минералы, с которыми у нас сейчас дикие проблемы. В принципе, все. Больше мне ничего не нужно. Потому что здесь завершается эволюция. Здесь все хорошо. У нас вылупились крабики. Справляем их на минералы тут же. Они сами решат, к какому из зданий им носить нужно то или иное. В любом случае, нам нужно как-то сейчас восполнять потери. Так. Вот у нас есть троечка, да? У нас есть единичка. У нас есть двоечка. Давайте мы за счет вот этих ребят восполним. Вот так он в отряд. Он у нас не полный. И надо достраивать. Надо достраивать больше муты. Пока проблемы у нас именно с минералами. Поэтому мы делаем больше. Больше наших ребят. И надо больше влады, кстати говоря. Ну, просто чтобы были. Плюс, потому что надо. И давайте отправлять уже примерно сюда муту. Скоро мы будем выходить. Потому что с газом я пока что не испытываю таких проблем, как с минералами. И это не очень хорошо. Ладно. Сделаем вот так. Здесь у нас вылетели владыки. Здесь у нас сейчас вылетит еще три муты. Здесь у нас вылетело еще три муты. Отлично. И вылетит сейчас еще отсюда мута. Как минимум две отсюда и две отсюда. Сейчас мы их выделим, собственно. И будем за их счет отработать. По идее, троих хватит. Ну, как-то вот так. Хорошо. Троих должно, по идее, хватить. Но мы будем продолжать попутно подстраивать дальше. Потому что нам, чем больше, собственно, будет у нас народу, тем для нас же лучше. И давайте вот этот шпиль мы переделаем уже далее в более усиленную визу. Так. Кстати говоря, насчет шпиля и прочей защиты. Нам нужно больше юнитов, которые смогут противостоять здесь кому-нибудь. Так как сверху на меня уже никто идти не будет. Опасность представляет только вот здесь вот снизу. Отсюда на меня никто не идет. И, соответственно, вот этот верх уже никто не пробьет. А вот снизу пробить могут. Поэтому нужно как-то пытаться его защищать, оборонять. И всеми возможными силами не давать противнику нас уничтожить. Ладно, пойдем попробуем захватить верх. Без пены исчерпан. Но мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Записываем отряд на четверочку. Производство муты. Производство муты. У нас три отряда прилетело. И мы сейчас будем атаковать вот эту гору. Не гору. В общем, вот это место. Замечательно. Замечательно. Все просто великолепно. Мы видим здесь дарков. Да и не только, собственно, дарков. Вообще, многие кого. Нам нужно, знаете, нам нужно с вами развить скорость. И летать все-таки оверами. Потому что без оверов не так круто все это дело. Но гидра должна нас спасти. Которую мы сейчас сверху поставили. Она не даст, прости, здесь дарк темпларам. Потому что она находится под овером. Который, в свою очередь, тоже не даст им пройти. Вот здесь у нас тоже нет виспена. Это не очень хорошо, но терпимо. Пока что терпимо. Так. Пиус у нас четвертый отряд. Да, отлично. Четвертый отряд у нас появился. Вместе с остальными отрядами это должно все завершать. Давайте в атаку, ребят, дорогие друзья. Мы лишились фактически всей муты из долбанного темплара. Нельзя такое допускать. Ну, точнее, как? Мы не лишились как бы муты. Мы чуть не лишились муты. Теперь подстраиваем сюда муту. А, где у нас там еще здания? Подстраиваем опять-таки на них муту. У них очень много минералов. Они очень много добывают. Отлично. В принципе, я всем доволен. Скорее всего, пошло где-то минут 30. Ты узнаешь мою злость. Ты узнаешь ярость королевы. Да. Он узнает ярость королевы клинков. Да, согласен. Всем спасибо за просмотр. С вами был как всегда дезертир. Ну и пока-пока. Что ж.